От флейты до тубы глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры Татьяна Мордуляш, руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова и президент ассоциации духовых оркестров Михаил Брызгалов обсудили развитие духовой музыки в Самаре. Я могу сказать, вот такие крупные фестивали, они действительно те фестивали, которые мы проводили, и Марш Победы, и то, что наши коллеги проводят, и Серебряные трубы Поволжья, мы достаточно комфортно себя чувствуем в региональной среде, они во многом способствуют интересу и росту. Наши коллеги отмечали в музоучилище, что преступление уже в среднее звено, действительно с вот этой плотностью проведения крупных форумов, конференций, да, они действительно дают результат. Сейчас на духовиков в Самаре обучаются 897 человек в 24 музыкальных школах. Городские власти закупают новые музыкальные инструменты и ноты. Всесторонняя поддержка оказывается музыкантом Самарского муниципального концертного духового оркестра. Именно такие фестивали, именно такие встречи, и обязательно при поддержке городской, региональной власти, это как раз становится примером для людей. Наша главная цель, одна из основных целей российского духового общества, это то, чтобы дети приходили в музыкальную школу, чтобы были достаточно преподаватели. К 2023 году на базе бывшего дома учителя на улице Куйбышева появится свой духовой центр. Светлана Кудрявцева, Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События.